Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий, и я любитель художника. Мы сегодня продолжаем с вами говорить на тему русских былин в картинах. Я думаю, что вам будет интересно послушать об энергоинформационном содержании картин. Буду представлять свои авторские картины, сделанные на основе творчества Васнецова, на основе творчества русских художников. И вам будет наверняка интересно, как эти картины влияют, находясь у вас в декоре, как они влияют на вас, и как они влияют на восприятие их, и какую информацию они излучают сами. Вот об этом мы сегодня и будем с вами говорить. Дубовый листок, объятый тьмой, Напоминает о Боге алмазной каймой. Почти невидимый он всесилен, Лишь проявившись уже велик, Птица-алконост и птица-сирен. В раю склонили чудесный лик, Пред этой линией, А отсюда видно, как древо в тебе поет. А если молитва желания чуда, Творец тебе твое отдает. Картина Алконост и сирен У живой и мертвой воды. Сирен и алконост – два неразлучных символа, Пара противоположностей. Горе и радость, Несчастье и счастье, Черное и белое. На картине эти мифические идеи у птицы похожи как двойники, и одновременно с этим совершенно разные. Сирен – это черная вестница печали, тоски по утерянному раю. Алконост – это светлый вестник радости и наслаждений. Согласно славянским поверьям, обе птицы прилетают в сад накануне яблочного спаса. Сирен оплакивает уходящее лето, а алконост наделяет плоды магическими, речебными свойствами. На картине созданы удивительные яркие красочные образы мифических райских птиц. Если у сирена черное оперение и изможденное бледное лицо, полный слез глаза в черных глазницах, закрывающиеся крылья, то у алконоста светлое оперение, румяное лицо, раскрывающиеся крылья. Сирен завершает старое, алконост начинает новое. Светлую птицу освещает солнце, темное напротив укрывается от наступающей зари. Сирен весь обращен в прошлое, алконост весь в будущем. Обе девы птицы едины и неделимы. Вечные спутники жизни каждого человека, способные умереть слишком сильную радость, облегчить неподъемное горе, великая гармония жизни. В нижней части полотна два потока вод. Вода живая и вода мертвая. Информационное воздействие данной картины характеризуется как оберег для дома, и гагериальный фон усиливается древнейшими сказаниями, отображенных на полотне. Данный сюжет идеально подойдет для размещения в спальных апартаментах, гостиной или столовой, то есть в местах, где человек либо отдыхает, либо набирается новой жизненной силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok